Играю на ческом. И мой соперник это мастер фида Роман Янченко. Разыграю против него ферзевый гамбит. Но переход уже в славянку у нас. Пока что все симметрично. И здесь пойду конь с b на d2. То есть мое дальнейшее действие это b3 и слон b2. Хочу развиться через двойное фианкет. Конь e4. Вполне логичное продолжение. Но здесь пока что e3. И забираю конем. Чтобы открыть еще слона g2. План b3 и слон b2 никуда не девается. Я просто проведу это чуть-чуть попозже. Сначала еще ферзя на e2 поставлю. Думаю это наилучший пойль для него будет. Подведу ладью. Ну а потом уже закончу развитие на ферзевом фланге. Ход слон g4 мне также не страшен. Из-за ответа f3. Ну кстати вопрос. Может быть стоит сыграть еще слон f3. Пытаться разменять фигуры. Или осуществить план с f3 и e4. Наверное так и сделаю. Пока что не хочу разменивать много фигур. А вот теперь уже наверное проведу. Думаю что можно здесь пешкой взять. При случае поставить коня на f3. Ну вот теперь конь f3. И где-то идея с d5, e5 появляется. Атака по центру. А конь при случае будет откинут назад. После h3. Ну кстати моя ладья на d1 стоит неплохо. А вот куда одевать вторую непонятно. Может быть нужно перестроить. Поставить одну ладью на e1. Вторую с a на d1. Потому что я планирую двигать пешки e и d. Не знаю есть ли у меня на это время. Потому что на ладье e1 может еще слон h6 последовать. Наверное сыграю ладья d3. И сдвоюсь. Или вторую ладью переведу на e. Наверное пока что на d подкреплю пешку. Думаю что мои фигуры здесь посимпатичнее сейчас стоят. Нужно придумать план хороший. Пока что отброшу коня. И теперь d5. Почему не хочу играть e5? Ну просто потому что где-то могу на подрывы. Обоюдно нарваться. Возьму пешка e. И оказывается что e7 тоже слабоватая пешка. Могу ее как-то поддавить. И пешечное превосходство на ферзьем фланге образуется. Поставлю слона на e5. При случае чтобы ферзя на b2. Будет некое подобие батареи. На e6 отвечу d6. Здесь a4 пока что. Хочу опять еще больше захватить пространство. Делаю такие ходы потому что не вижу где резко обострять. Взрывать позицию. Никаких продвижений конкретных не вижу. Поэтому стараюсь максимально усилить позицию пока что. Здесь ладья d2 сыграю. Чтоб она не была под боем. И ладью d1 можно было поставить на e5. Вот такой у меня план. И дальше будет какой-то отскок конем. Так. А почему бы не взять вот здесь вот. Отскочил назад. Не понял если честно для чего это сделал соперник. Просто зачем-то подарил мне пешку. Централизация ферзя идет теперь. Ну и в принципе мне выгоден размен. Я думаю ферзь g5 тоже будет мне на поле. Хотя и при ферзях у меня есть отличная позиция. Он вообще убирает ферзя на h8. В самый-самый угол. Теперь веду коня и где-то на f7 хочу пробить просто. Сразу не получается. Так, а f6 не зеваю я. Что-то опасно выглядит. Не заметил я этого хода. Ну там вроде ферзь g6 и ферзь f7. Все равно где-то мат должен быть. Не должна такая позиция абсолютно держаться у черных. Просто ладья h5 угроза. Так, ну где здесь мат-то? Нигде нету мата. Ферзь f3. Мат вот такой сумел обмануть соперника в цитноте. Ну конечно я зевнул f6 и растерял просто огромный. Перевес просто огромный. Хотя наверное даже после того как была выиграна фигура. Большая компенсация, так как сильно зажат король. И достаточно много пешек за фигурой.